Добрый день, мои дорогие частиклассники! Мы с вами написали тестовую работу. А это значит, что сегодня мы с вами начинаем изучать новую тему. Разнообразие растительного мира. Что же мы сегодня с вами узнаем на уроке? Мы повторим признаки царства растения, познакомимся с многообразием растительного мира, вспомним признаки низших и высших растений, узнаем, какие растения называются водорослями, изучим строение водорослей и значение их в природе. Царство растения насчитывает более 500 тысяч видов растений. Если я попрошу вас назвать растения, которые вы знаете, то вы, ребята, в основном назовете цветковые растения. Сейчас за окном весна. Это самое прекрасное время года, потому что природа после зимы просыпается, оживает. Выгляните в окошко, порадуйтесь жизни, блуднитесь солнышком. Цветут черешня, вишня, яблони, цветут тюльпаны и одуванчики. Распустили свои сережки береза, тополь, орех. Еще совсем чуть-чуть-чуть-чуть не выпустят свои свечи красавцы каштаны. Все это, ребята, цветковые растения. Они завоевали все уголки нашей планеты. Также вы знаете хвойные растения. Это не только ель и сосна. Это кипарисы, лиственницы, туи, пикты. Немножечко вы знакомы с водорослями. Особенно вы хорошо их видите, когда купаетесь в нашем Черном море. Удивительными растениями являются мхи. Ребята, они находятся на грани вымирания, потому что мхи растут только на очень влажных почвах, то есть на болотах. Последние годы температура воздуха стала повышаться. Все меньше идут дожди. Болото начинает высыхать, а значит вместе с ними пропадают мхи. Эти растения практически во многих странах занесены в красную книгу. Вы также хорошо знаете папоротники, но знаете вы, папоротники в основном домашние, то есть культурные. А в темных, влажных, хвойных лесах растут папоротники, высота которых может достигать более одного метра. Все это, ребята, растения. А растения обладают основными признаками, которые мы с вами сейчас еще раз вспомним. Все растения – это автотропные организмы, то есть они способны к процессу фотосинтеза. Из углекислого газа и воды хлоропластов на цвету образуют органические вещества и выделяют кислород. Органическими веществами питаются все живые организмы на Земле. Также для жизни всех живых организм необходим и кислород. Растения воду всасывают, причем они всасывают либо всем телом, либо особыми органами, которые называются корни. Растения ведут прикрепленный образ жизни. Они практически неподвижны. Но некоторым растениям, практически всем, свойственно особое движение. Если растение тянется к свету, это движение называется тропизм. Если у цветка раскрываются или закрываются лепестки, это движение называется настей. Растения имеют неограниченный рост, то есть растут всю свою жизнь. Особое строение имеет растительная клетка. Она покрыта не только плазматической мембраной, но и особой клеточной стенкой. В растительных клетках есть особые органоиды, это пастиды и вакуоли. Растения могут размножаться как бесполым путем, так и половым путем, то есть семенами. Все растения, ребята, делятся на два подсаска. Высшие растения и низшие растения. Вспоминаем, низшие растения не имеют органов, поэтому их тело называется талом или слоевищем. К низшим растениям относятся водоросли. Высшие растения имеют органы, вегетативные и генеративные. К высшим растениям относятся мхи, плауны, квощи, папоротники. Это растения размножаются спорами и имеют только вегетативные органы. Голосеменные и покрытосеменные растения размножаются семенами. У хвойных растений семена образуются в шишках, а у цветковых, вы хорошо об этом знаете, на месте цветка. И находятся семена в особом генеративном органе под названием лоб. Сегодня на уроке мы с вами начинаем знакомиться с низшими растениями водорослями. Само слово водоросли говорит о том, что эти растения обитают практически всегда в воде. Но на самом деле это не так. Средой обитания для водорослей может быть почва, могут быть камни, могут быть стволы деревьев, может быть даже снег. А у такого самого ленивого животного на земле, как ленивец, водоросли обитают даже в шерсти. Запоминаем, ребята, особое строение водорослей. Все водоросли имеют характерный для растений принцип строения клеток. Все водоросли способны к процессу фотосинтеза. А значит, в особых пластидах, которые называются хроматофор, у них имеется зеленый пигмент хлоропия. Также водоросли имеют в клетках особые пигменты желтого, коричневого, красного и синего цвета. У некоторых водорослей появляются особые выросты. Они называются ризоиды. Ризоиды необходимы для прикрепления водорослей ко дну. Размножаются водоросли простым делением на дворе, кусочками своего тела, зооспорами или особым половым процессом. Запоминаем, ребята, водоросли называются низшими, потому что у них нет настоящих органов. Тело водорослей называется полом или слоевищем. У водорослей нет проводящих сосудов, поэтому все вещества они поглощают и удаляют всей поверхностью своего тела. Наука, которая изучает водоросли, получила название алькология. Здесь мы с вами видим, насколько водоросли многообразны. Различают зеленые водоросли. В клетках этих водорослей преобладает зеленый пигмент хлорофил. Бурые водоросли, у которых в клетках больше желтого и коричневого пигмента. Красные водоросли, которые могут иметь и желтый, и коричневый, и красный, и синий пигмент. С вами сейчас будем говорить о зеленых водорослях. Зеленые водоросли живут только там, куда проникают лучи света. Их можно встретить и в пресных и соленых водоемах, то есть в морях и океанах. Их можно встретить в плочве, на стволах деревьев, на снегу и даже в ольгах. Зеленые водоросли могут быть одноклеточными. Это наша с вами известная уже хламидо-ваната. Зеленые водоросли могут образовывать колонии. И к колониальным водорослям относятся вольвакс. Зеленые водоросли могут иметь вид нитки, поэтому их называют нитчатыми водорослями. В нитчатых водорослях клетки располагаются в один ряд. Мы с вами здесь видим, что клетки спирогиры и у лодрикса имеют характерное для растений строение. В клетках мы с вами видим зеленый хроматофор. Он в виде ленты у спирогиры или в виде разорванного кольца у лодрикса. В клетке есть ядро, цитоплазма, вакуоли. Клетки покрыты пазматической мембраной, а сверху клеточной стенкой. Спирогира плавает в воде свободно. Она образует массу тин. И этой тиной любят питаться растительноядные рыбы. У лодрикс прикрепляется ко дну ризоидами и тоже является отличным кормом для рыб и моллюсков. Зеленые водоросли, ребята, являются основными поставщиками питательных веществ и кислорода в воде. Только благодаря зеленым водорослям, которых больше всего в водной среде, питаются морские животные, питаются водные животные и дышат кислородом. Многие зеленые водоросли, такие как ламидомонада и хлорела, очищают сточные воды. Зеленые водоросли являются кормом для растительноядных рыб и для моллюсков. Особое место среди водорослей занимают бурые водоросли. Они имеют самое сложное строение. Размеры бурых водорослей могут быть от нескольких сантиметров до десятков метров. Здесь вы видите ламинарию. Эта водоросль нам с вами, ребята, хорошо известна. Из ламинарии делают салат под названием морская капуста. Если вы будете хотя бы раз в месяц есть салат морской капусты или салат из ламинарии по-другому, ваш организм будет получать достаточное йода. А это профилактика заболеваний щитовидной железы. Уникальным является вот эта водоросль, которая называется макроцестус. Посмотрите, ребята, на него. Длина этой водоросли 60 метров. А весит эта водоросль до 150 килограмм. Эту водоросль называют саргасум. У саргасума, ребята, есть особые пузырьки. Посмотрите внимательно на рисунки. Они напоминают чем-то зеленые виноградники. Поэтому эту удивительную водоросль саргасум называют по-другому, ребята, морской виноградник. Бурые водоросли имеют очень важное значение в том числе и для человека. Потому что из бурых водорослей получают йод, брон, заменители крови. Из бурых водорослей получают особое вещество, которое используют для приготовления мороженого и фруктовых соков. Гигантские подводные леса водорослей служат пищей для морских животных. Также, ребята, эти бурые водоросли используются на специальных морских пенах. Красные водоросли по-другому называются багрянки. Потому что в клетках этих водорослей очень много не только зеленого, но и красного, синего и желтого пельмента. Красные водоросли, ребята, это единственные водоросли, которые могут жить на глубине свыше 250 метров. Туда, куда не проникают солнечные лучи. На этой глубине не живут ни бурые, ни зеленые водоросли. Красные водоросли живут там, где очень большое подводное течение. Поэтому посмотрите на рисунки. Их свои вещи удивительные, причудливые по своей форме. Оно напоминает и ниточки, и пластинки, и даже кустики. Любуйтесь, какая красота! Значение красных водорослей тоже достаточно велико. Из красных водорослей получает особое вещество агат-агат. Без этого вещества невозможно приготовить вкуснейший мармелад, или желе, или пастилу. Кроме того, агар-агар используют в косметических целях. Иногда ваши мамы могут в магазине купить вещество агар-агар, чтобы использовать его при варке варенья. Кроме того, из красных водорослей получают очень много химических веществ. Особое место среди водорослей, ребята, занимают эти диатомовые водоросли. Они имеют особую характеристику. Их тело покрыто панцирем. За счет этого панциря диатомовые водоросли приобретают удивительную форму. Посмотрите, какие они все разные, какие они все удивительные. Их тело может состоять из одной клетки. Они могут быть также и колониальными организмами. Когда диатомовые водоросли отмирают, они, остатки диатомей, падают на дно морей и озер. И образуют громадные отложения горных пород. Эти отложения используют как фильтры при изготовлении сахара и пива. Эти отложения используют также при производстве краски, при изготовлении порошков для шлифовки металлов, как материал для звуковой и тепловой изоляции. Сегодня на уроке мы с вами познакомились с удивительной группой растений в водоросли. Перед вами домашнее задание. Вы должны прочитать параграф 38 и устно ответить на вопросы, которые вы увидите в конце параграфа. Еще раз внимательно посмотреть этот видеоурок и, используя материал параграфа и урока, письменно в тетради ответить на вопросы, которые вы видите на своем экране. Кроме того, вы должны запомнить таблицу, которая имеет три колоночки. Вы должны нарисовать в тетрадь строение у лодрикса и спирогиры, подписать структуры клетки, зарисовать ламинарию и подписать структуры ламинарии. Для того, чтобы вам легче было сделать рисунок, вернитесь к слайду, который называется «Многообразие родов». Всего доброго, ребята, и берегите себя!